Что не так с нанометрами в процессорах? Вот, это не настоящие нанометры, это маркетинговый ход. Предел микроэлектроники — это один микрон. Apple или Qualcomm говорят, вот мы выпустили новый чип, очень виртуальный, и 5 нанометров. В 90-е годы там были по 2-3 нанометра какие-то вещи. Просто раньше вот был компьютер, стоял, в нем был процессор, все как бы. Почему нету процессоров, которые работают, не знаю, на 10 гигагетов? Это вот только одна проблема, да, это только одна. Мои инженеры разработали, мы, в принципе, завтра можем начать выпуск наглядерных процессоров. И во многом это спасло Intel. Когда мы записывали последний выпуск о процессорах и заводе TSMC, наткнулись на интересную тему. Помните, был такой закон Мура, по которому количество элементов в микросхеме каждые два года должно удваиваться, а вместе с ним и производительность процессора должна удваиваться? И этот закон долго и исправно соблюдался. Но оказывается, несколько лет назад гонка за физическое уменьшение элементов на процессорах просто прекратилась. Тем не менее, каждый год мы продолжаем получать все более производительные чипы. Как так происходит? Более того, выясняется, что все нанометры, то есть величина, отвечающая за компактность этих элементов, перестали работать. Если на процессоре, скажем, Apple M2 написано как бы 5 нанометров, это вовсе не означает, что чип напечатан именно с такой точностью. Что же выходит, производители чипов нас обманывают? Сегодня об этом и поговорим. Почему нельзя бесконечно уменьшать размеры электроники? Какие физические эффекты начинаются на микроуровне? Можно ли печатать процессоры с точностью до атомов? С какой скоростью там летают электроны? Почему нельзя сделать процессор на 100 ГГц? Ну и главное, что же все-таки означают эти нанометры? И почему закон Мура перестал работать? Или не перестал? В общем, будет интересно, подпишитесь, нажмите лайк и колокольчик, чтобы больше людей увидели этот выпуск, а вы смотрите формат, где мы разговариваем о техно-темах с людьми, которые в этом реально разбираются. Это Дроидер, с вами Борис Веденский, погнали! Кстати, больше годного контента на втором канале «Основа». Если вам интересно, как все на самом деле устроено на микроуровне, смотрите выпуск с физиком Алексеем Семихатовым. Квантовые парадоксы и мультивселенные интересуют? Приятно думать о том, что квантовый компьютер именно потому такой умный, что ему помогают несколько вселенных. Я могу себе такое представить? Нет. Если очень сильно нагреть пустоту, то там может появиться чашка кофе. Существование Солнца классически невозможно. Это настоящий ученый сказал, да? В квантовой механике можно проходить сквозь стены. А вообще, насколько ученые отвечают за базар? Взрыв мозга, обещаю, уже полмиллиона человек посмотрело, и не зря. Ну и подписывайтесь на новый канал, жмите колокольчик, лайк, не пропускайте выпуски, поддержите новый проект. Ссылка в описании. Что не так с нанометрами в процессорах? Ну, в принципе, с нанометрами все так. То есть многие говорят, вот, это не настоящие нанометры, это маркетинговый ход. Ну, на самом деле, это, скажем так, отчасти правда. Расскажите предысторию. Предыстория следующая. То есть начали, когда делать первые там транзисторы, первую схему, интегральную микросхему сделали, по-моему, в 64-м что ли году. Она задержала всего лишь несколько транзисторов, они были довольно огромные. Производила ее компания такая уже не существующая сейчас, Fairchild Semiconductors американская. И дальше, когда она заработала, особенно когда появились микросхемы цифровые, там стало понятно, что скорость работы микросхемы будет тем быстрее, чем быстрее будут работать отдельные элементы, транзисторы. Ну, вот этот транзистор, скорость его работы чем определяется? Вот у вас есть исток, исток, ток это что? Ток это поток электронов. Соответственно, электрон должен от истока долететь до стока, и тогда как бы цепь замкнулась. Соответственно. Это происходит за какое-то время? Это происходит за какое-то время. То есть ваш электрон за время там Т пролетает из точки А в точку Б. Дальше. Как уменьшить время пролета? Ну, самый простой способ уменьшить расстояние, которое ему нужно лететь. Потому что скорости это постоянные? Они летят не со скоростью. Это мы коснемся отдельно. С какой скоростью летают электроны в полупроводниках, это отдельная история. Мы про это поговорим чуть позже. Пока мы живем в таком простом и понятном мире, что вот мы просто уменьшаем расстояние, которое летит электрон от истока к стоку, и, соответственно, он пролетает при там том же напряжении, это расстояние быстрее. Транзистор переключается быстрее. Меряются все транзисторы по, это называется, длина канала. Это вот длина канала, это расстояние, которое нужно пролететь электрону от истока до стока. Это длина канала. Ширина затвора, да, тоже? Ну, вообще это длина. Ширина это в другом направлении. То есть это как бы, вот если у вас отсюда-сюда летит эта длина, то вот в этом направлении это будет ширина. То есть, грубо говоря, не летит ни один электрон, а там 100 электронов вместе. Вот этих сотни электронов в ряд, вот этот ряд электронов, это ширина. Фронт электронов. электронов. Это зависит. Ширина она обычно влияет на то, каким током может оперировать этот самый прибор, а длина, насколько быстро он это делает. Соответственно, люди начали делать, что просто, понятно, что надо быстрее, делаем меньше. И довольно долго шли по пути уменьшения просто делать меньше. Там 10 микрон, 5 микрон, 3 микрона, там не знаю, полтора микрона, микрон и так далее. Микрон это уже очень мало. Микрон это очень мало, чтобы так понятно было простому человеку. Вот если возьмете волос, ну обычно там многие пишут, вот волос там такой. Я свой волос реально совал в электронный микроскоп. Вот у меня волос там толщиной, я знаю, 50 микрон. Соответственно, вот волос один, это 50 микрон толщиной. Вот даже если мы возьмем там транзистор, грубо говоря, каких-нибудь там 60-х годов, ну, наверное, там несколько транзисторов на этом волосе помещалось. Они уже тогда были маленькие для простого человека. Но для сегодняшней технологии это были, конечно, громадные вещи. Вот, соответственно, один микрометр — это одна миллионная часть метра. Ну, 10 минус 6 от метра. Когда я еще учился в 90-х годах в техническом университете в Новосибирске, я помню наш преподаватель по физике полуправников, вот он говорил, что, я вам точно говорю, что размер транзистора меньше одного микрометра невозможен, физически он работать не будет, поэтому вот предел микроэлектроники — это один микрон. — Не будет театр и кино, будет одно сплошное телевидение. — Да-да-да. Вот. И, да, как там, 64 килобайта или 640 килобайт хватит для всех. Ну, вот это вот. Всё. И, ну, я так, ну, преподаватель говорит, я поверил, да, потом, когда я приехал в Европу, там уже работал, был конец 90-х годов, там уже технология 0,25 микрона — это 250 нанометров — она уже была, ну, в производстве, да. Я понял, что преподаватель что-то не всё знал, и на самом деле уже субмикронный. То есть вот когда только-только за микрон перешагивали, был очень популярный такой термин — субмикронный размер. И тоже в те старые добрые времена, когда вот то, что я рассказываю на заре там микроэлектроники, использовалось там фактически, ну, по большому счёту, там три материала, даже два материала. Кремний, и когда ему нужно было что-то там более-менее проводящее, ну, и сам полупроводник — кремний. Диэлектрик — это оксид кремния. Оксид кремния — это обычное стекло, которое мы с вами тут все видим, и песок на пляже — это тоже стекло. Ну, в общем, это такой самый популярный распространённый материал. Ну, вся Земля на 70% состоит из кремния, там его соединений. Поэтому дефицит кремния точно не грозит. Соответственно, был кремний — оксид кремния, и в качестве металлических соединяющих потом проводничков — эти все транзисторы же нужно соединить — использовался алюминий. Ну, тоже понятный материал с хорошей электропроводностью. Вот был кремний — оксид кремния — алюминий. На этих трёх материалах как бы весь полупроводниковый мир жил себе, не тужил, и всё было прекрасно. Почему именно кремний? Чем так уникален кремний? Почему его используют везде в микроэлектронике? Ну, вот так же, как живой мир нужно делать из углерода, вот электронику нужно сделать из кремния, и тому как бы масса причин. Сначала из Германии первые транзисторы были сделаны. Но у Германии запрещенная зона поменьше, то есть он к температуре более чувствителен. Но самое главное — на кремнии оказалось, можно вырастить качественный отисел, диэлектрик, вот этот СО2, который играет роль диэлектрика под затвором. И, в общем-то, всё поехало. Плюс смогли отработать технологию. Ну, я не уверен, смогли ли бы это просто чистого Германия так же. Наверное, да, мы, может быть, смогли. Но сейчас вот это в каком-то смысле технологическая вершина. То есть кремний удается делать исключительно, вот в результате многих десятилетий развития, его умеют делать исключительно высокой частоты. И это очень важно. То есть там говорят количество девяток. Девяток — это процент частоты. 99, дальше запятая, и дальше следует, допустим, для того, чтобы электронный кремний 6, 8, 9, там, девяток после запятой. То есть это там 8, 8, 11, девяток. Вот это требование к кремнию. Тут как бы так со стороны не придёшь, что вот у меня есть замечательный материал. Давайте-ка мы его попробуем вместо кремния. А сколько у вас девяток? А это десятилетие технологий, они очень отрабатываются. — Всё это было хорошо и прекрасно где-то до технологий, ну, наверное, где-то до 90 нанометров. Это вот так шло. И тогда всё было понятно. — Нанометры были настоящие? — Нанометры были, да. Вот вам говорят, технология 250 нанометров. Почему мерилась? Потому что длина канала была 250 нанометров. То есть вот у вас приходил там лот на литографию, сделали литографию, померили в электронном микроскопе там 250 нанометров, там, не знаю, плюс-минус, там, не знаю, сколько-то процентов. Когда дошли до 90 нанометров, начались первые звоночки, да. То есть вот когда были вот просто это уменьшение, каждый год там народ уменьшал, уменьшал. И один из таких известных очень людей из интелла, я, к сожалению, не помню его должность, кто это был, Мур, он сформулировал закон, что каждые два года количество кристаллов, ой, количество транзисторов на площади кристалла удваивается. Соответственно, вот они становятся меньше. И технология как бы шла-шла по этому закону, все время уменьшалась, уменьшалась каждые два года. Это экспоненциальный, в принципе, закон уменьшения размера. Но к 90 нанометрам, и уже люди предрекали заранее, что, ну, бесконечно не можно, мы нельзя, мы не можем уменьшать бесконечно, потому что наступят физические пределы работы этого транзистора. И там их, на самом деле, довольно много, да. Но некоторые из них коснемся. То есть первый, ну, может не первый, не важно, один из проблем, это называется короткоканальные эффекты. То есть если вы канал все время уменьшаете, то есть у вас есть исток-сток, откуда ток не течет, открываем канал, ток течет. Но когда вы начинаете их слишком близко сближать, вы начинаете замечать, что ток уже начинает течь, неважно, закрыт у вас, открыт, но это называется короткоканальный эффект, просто уже начинает как бы проскакивать просто потому, что слишком маленькое расстояние. Замок не работает. Замок не работает, да, он у вас не выключается, грубо говоря. Когда мы уменьшаем длину канала, возникают токи утечки. Что это такое? Значит, это, ну, значит, имеется в виду ток утечки, это тогда, когда вроде бы его не должно быть, а он есть. Это означает, что канал вы вроде бы выключили, а, значит, тем не менее токи текут. То есть канала нет, токи текут. Они могут течь в двух направлениях. Они могут течь от стока к истоку, и поэтому действительно не можете очень уж сильно уменьшать канал, потому что, согласно закону квантовой механике, через потенциальный барьер частица может протунелировать, если этот барьер достаточно узкий, тонкий, диаметрический. Но вот в этом плане там, конечно, простор еще есть, потому что 5 нанометров – это все-таки вот эти пересчетные 5 нанометров, но к ним идут к реальным 5 нанометрам, это 50 ангстрем – это барьер, который можно его, кстати, протунелировать. Поэтому нужно как-то выстраивать конструкцию, чтобы эффективно барьер стал больше. Это усложняет конструкцию, но, тем не менее, конструкция. Но самые главные токи утечки – это через окисел. Следующая проблема – это когда вам нужно соединить… Вот у вас есть два транзистора, вам нужно их между собой соединить. Раньше как делали? Соединяли алюминиевым проводочком и оксид кремния, между ними диэлектрик. И когда мы уменьшаем размеры наших транзисторов, у нас что происходит? Проводнички вот эти алюминиевые, они становятся все меньше, 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 уменьшаются. Когда сечение проводника уменьшается, сопротивление у него растет. Емкость у него обратная. То есть мы проводники же все уплотняем, они все ближе и ближе друг к другу. Так же, как я говорю в канале, уменьшаем мы толщину диэлектрика, чтобы увеличить емкость. Соответственно, если вы положите два проводника ближе друг к другу, емкость между ними увеличится. Соответственно, у вас сопротивление увеличивается, емкость увеличивается. R увеличивается, C увеличивается, вы их перемножаете, у вас все плохо. И получалось, что вот где-то тоже там 90 нанометров примерно, получалось, что даже у вас транзисторы как бы работают быстро, а соединения между транзисторами начинают работать все медленнее, медленнее, медленнее. И был такой момент, когда стало понятно, что скорость работы вот этой прохождения сигнала по цепи этих транзисторов по соединениям вот этим алюминием с кремниевым оксидом-изолятором, скорость распространения там меньше, чем скорость переключения транзисторов. Получалось, что у него терялся смысл. Ваш транзистор работает все быстрее и быстрее, а сигнал от транзистора курьеры не успевают. То есть вы можете тут, грубо говоря, печь пиццу очень быстро, а курьеры развозить все медленнее, медленнее, медленнее развозят. Оказалось, нельзя уменьшить напряжение управляющее, то есть силу, с которой вы нажимаете на этот крайник ключик. Ага, так вот, почему нельзя уменьшить напряжение? А напряжение нельзя уменьшить, потому что напряжение, значит, оно, это физическая величина, которая, напряжение переключения, или так называемое пороговое с Рэйшолтона, Волтэч, напряжение, она определяется физическими свойствами вот этого транзистора. А второй момент – это сами характеристики кремния, ширина запрещенной зоны его, то есть там порядка электрон-вольта. И вот вышли на значение порогового напряжения, переключения, используя всевозможные ухищрения, но, в общем, сейчас меньше пол-вольта не сделаешь. Меньше пол-вольта не сделаешь. Значит, нужно... Иначе электрик не будет работать? А? Нет, нет, сейчас. Это и механизм переключения, вот эта термополевая эмиссия, это и ЕЖ, вот, и... Ну, ЕЖ – это запрещенная зона, прошу прощения, запрещенная зона. И вот сейчас, кстати, выходим мы на пол-вольта. Выходим на пол-вольта, и, значит, либо нужно менять механизм токопереноса, что это не просто течет, там, газ или жидкость от стока к истоку, значит, какой-то придумывать хитрый механизм. Значит, либо менять... Ну, не либо, а тоже нужно менять полупроводник, делать его все-таки не... Ну, от кремния переходить к материалам с более низкой запрещенной зоной. И существенный момент – это то, что, может быть, сам менять механизм формирования канала. Сейчас мы буквально вот этим напряжением затворы, оно должно быть достаточно большое, а когда мы сделали маленький затвор, начинаются токи-утечки, это плохо. Поэтому, может быть, строить какой-то, как бы, внутренний триггетный механизм, что там нажал на кнопочку, а система сама только этого ждала и перестроилась. Давайте еще раз про диэлектрик. Все-таки мы начали с того, что транзистор состоит из трех ключевых элементов, значит, появился четвертый. Еще раз чуть-чуть... Нет, он всегда был. То есть у вас затвор под затвором диэлектрик. Диэлектрик чем тоньше, тем меньшим напряжением вы можете управлять транзистором. Соответственно, вы должны сделать этот диэлектрик под затвором как можно тоньше, тогда у вас будет его большая емкость, будет транзистор управляться маленьким напряжением. Но вы не можете его сделать слишком тонким, потому что он начинает течь. Соответственно, вам нужно сделать что-то, чтобы был он толстый, чтобы через него не текло, но чтобы емкость была большая. Соответственно, вы не можете с геометрией ничего сделать. Геометрию вам жестко диктует закон Мура – делай меньше. Соответственно, все, что вы можете сделать – поменять материал. соответственно взяли материал вот у нас был всех он устраивал прекрасный оксид кремния с ним было все хорошо для стекло он работал везде и под затвором и между транзисторами и вообще в любых случаях работы полупроводникового прибора когда нужен был диэлектрик просто брали оксид кремния все у него прекрасная сочетаемость со самим кремнием с другими металлами он со всякими металлами он химический довольно такой стойкий инертный но знаете химическая посуда и стекла да ни с чем там особо не реагирует тут прекрасный материал все в нем отлично за исключением одного параметра диэлектрическая проницаемость диэлектрическая проницаемость это насколько диэлектрическая проницаемость вашего диэлектрика отличается от вакуума у вакуума там есть некая константа я не буду упоминать но а есть относительно относительно вакуума да у вакуума получается единица у оксида кремния 4. В 4 раза в оксиде кремния поле будет более напряженным, чем в вакууме. Нам нужно увеличить напряженность электрического поля, чтобы у нас канал лучше организовывался. Поэтому нам нужно взять материал, у которого диэлектрическая проницаемость выше, чем у оксида кремния. У оксида кремния 4 нам нужно 10-15-20. Долго перебирали всякие материалы, но сейчас самый популярный это оксид гафния. У оксида гафния, у него, по-моему, под 20-ку диэлектрическая проницаемость. Соответственно, что можно сделать? Так как диэлектрическая проницаемость большая, даже если у нас большая толщина, скажем, 3-4 нанометра, которая еще не дает токов утечки, емкость все равно большая, которая позволяет нам управлять этим каналом, низким напряжением и без токов утечки. Соответственно, проблему решили, но ценой того, что старый добрый оксид кремния заменился на какой-то мутный оксид гафния, с которым была куча проблем, тоже их там решали технологических, как его наносить, как его удалять. Вот есть биполярные транзисторы, она обычно в аналоговой технике, там усилители всякие, там биполярные транзисторы. Полевые транзисторы, которые вот переключаются 0,1, их в принципе-то предсказали тоже довольно давно, тоже где-то вот сразу после этих биполярных, но их не могли сделать. Потому что для того, чтобы вот этот эффект работал, вам нужно, чтобы вот была идеальная поверхность и на ней не было никаких дефектов. Потому что если есть какие-то дефекты, эти дефекты фактически там, как сказать, притягивают электроны, и у вас этот канал, он есть всегда, независимо, подали напряжение, не подали никакого напряжения. Только вот в 60-х годах научились делать поверхность настолько чистую и качественную, что там не было никаких дефектов, и канал был, его не существовало, если не подать напряжение. И вот эта поверхность, она как раз была это, когда на кремнии был оксид кремния, идеально ровной поверхности кремния, вот это идеальный оксид кремния, и вот этот интерфейс называется, граница раздела между кремнием и оксидом кремния, она, ее довели до идеала, и появился вот этот полевой транзистор, который дал рождение всей цифровой электроники. И с оксидом кремния все прекрасно работало 40 лет, пока не оказалось, что надо менять оксид гафни, оксид гафния положили, оказалось, что оксид гафни это совсем не оксид кремния, он опять создает кучу этих дефектов, и у вас транзистор опять перестал работать. И там народ бился, на самом деле, чтобы как сделать так, чтобы вот эта граница раздела, она была хорошей. Там сейчас, на самом деле, это не просто поменяли материал А на материал Б, То есть там сначала выращивается такой монослой реально вот этого оксида кремня, очень-очень тонкий, там меньше нанометра. Потом там кладется какой-нибудь тоже буквально меньше нанометра слой какого-нибудь очень экзотического материала, типа оксида лантана. И только потом сверху вот на этот пирожок, то есть один полнанометра, другой там 0,3 нанометра, ангстрема там. Грубо говоря, 5 ангстрем одного материала, 3 ангстрема материала другого. И вот тогда сверху только кладется уже там 3,5 нанометра, ну там 3 нанометра оксида гафни, и это все начинает работать. Это чтобы оно все хорошо дружилось. Да, это все, чтобы хорошо дружилось. Это только одна проблема, да, это только одна. Их там я перечислил, да, целую кучу. Не просто из транзисторов процессоры построены, они построены из неких вентилей. Эти вентили строятся, в общем, современные, и которые, в общем-то, и определяют эффективность работы на паре транзисторов. Транзисторы же могут быть тоже двух типов. Ну, в укрупненном приближении одни из них в отсутствии вот этого напряжения на затворе работают. Это, так называемые, нормально открытые. А вторые нормально закрытые. Ну и при заданном напряжении. Кроме того, канал может быть образован электронами, может быть образован дырками. При заданном напряжении канал, там, допустим, у дырок имеется, у электронов не имеется. Поменяли напряжение, меняется ситуация. У дырок канал закрывается, у электронов открывается. И вот это оказалось очень эффективным. Вот это вот КАМОП архитектура. Она очень важна. Почему? Потому что вы совершили действие, и все, ваш вентиль не потребляет энергии. То есть потребление энергии равно нулю, а когда идет потребление? Идет потребление во время переключения. Ну, это естественно, во время срабатывания. Когда один не то... Когда транзисторы проходят из одного состояния в другое, ну, вот один немножко не до конца закрылся, второй не полностью открылся, и вот тут вот токи протекают. Это основной источник, который создавал большие проблемы с выделяемой мощностью до поры до времени. Но с уменьшением размеров токи утечки, которые в стационарных условиях, к сожалению, работают, потому что они просто определяются структурой затвора. Они вот уже начинают превышать вот эту выделяемую мощность. А проблема выделяемой мощности очень серьезна. Выделяемая мощность – это имеется в виду нагрев? Да, да, это банальный нагрев, который как-то нужно охлаждать, отводить как-то нужно. Уже фактически сравняется плотность выделения с ракетное сопло. То есть там уже ракетное сопло. Ну, понятно, что это очень горячий объект. Ракета, двигатель ракетного сопла. То есть процессоры греются до такой же температуры, как ракетное сопло? Да, на единицу площади. На единицу площади. То есть это давно уже перешли параметр, который характеризовал плиты нагревательные, раскаленные клады плиты, эти спирали, и приблизились вот к таким параметрам, и там вообще термоядерный реактор уже не за горами. Вот, и да, это проблема. Следующая проблема. То, что я говорил про вот это распространение сигнала, да, как чтобы курьеры ездили быстрее. Геометрию поменять, опять же, не можем. Что мы можем сделать? Только материал поменять. Материал мы можем поменять. У нас есть металл, и есть диэлектрик. Металл мы можем взять, металл, который более электропроводный. Более электропроводный, чем алюминий, это медь. То есть там три. Чемпиона первые серебро, медь и алюминий на третьем месте. Между серебром и медью разница не очень большая, между алюминием и медью, ну, довольно большая. Поэтому вот сейчас все провода, там, в квартире, там, электрика, они все медные. Хотя раньше, там, в советские старые времена были, там, алюминиевая была проводка. Но медь, она гораздо более электропроводная. Вы можете взять меньшую толщину и пропустить тот же ток. Соответственно, алюминий поменяли на медь. Дальше вот этот короткоканальный эффект. Мы не можем просто меньше его сделать. Мы тогда начинает как бы исток чувствовать сток, и все плохо. Нам надо оставить их на том же расстоянии физически. Но мы же хотим, чтобы быстрее летело. Дальше что у нас еще осталось? Вот мы возвращаемся к тому моменту, что, типа, скорость, скорость света. Но они не со скоростью света летят. Электрон летит с определенной скоростью, которая определяется его подвижность. Подвижность – это скорость электрона в единичном электрическом поле в данном материале. То есть вы прикладываете, грубо говоря, один вольт на одном сантиметре, и вот электрон там полетит с такой-то скоростью. И это и есть константа материала. Она зависит как бы вот в Кремне – одна, в Германии – другая, там в Арсенидегале – третья. Как плавать в воде или в глине? Да. Вот вы по воде плывете с одной скоростью, а по сиропу там с другой скоростью. С какой скоростью электрон летит в транзисторе? Это же не скорость электрона? Оценку, можно попытаться сделать оценку. Значит, если мы возьмем один микрон, значит, один микрон 10 минус 6 метра, если мы, значит, здесь… Если это не метр. Сейчас, ну, в общем, 10 минус 4 сантиметра, даже для одного микрона это получалось бы уже дегадец. А 100 нанометров – это получалось бы 10 дегадец. А 10 нанометров, которые уже преодолели, это получалось бы 100 дегадец. Но этого и в помине нет. Эту подвижность всегда воспринимали как константу. Когда пришли к тому, что скорость надо увеличивать, ну, то есть, как этот закон Мерфи говорит, да, в любом уравнении все константы должны рассматриваться как переменные. Соответственно, ну, посмотрели, что делать-то. Константу надо менять, а константу как поменять? Ну, вот известно, например, что если кремний, ну, вот, не в свободном, как бы, своем состоянии, если решетку сдавить, напряженную сделать, ну, просто механически ее сдавить, то электрон там летит быстрее, у него подвижность повышается. Соответственно, дальше, как сдавить? Чтобы его сдавить, сделали раньше исток-сток, это была просто область легирования, то есть, там добавляли примесь, и все в кремний. Теперь сделали как? Исток-сток просто вытравливалось, ну, вот как раз плазмное травление, вот как раз это была моя задача, вытравить полностью эту область исток-сток. И вместо кремния вырастить кремний Германии. То есть, Германия, он очень похож на кремний по своим свойствам, ну, он как бы через период стоит, но у него постоянной решетки больше, ну, сам больше атомов, соответственно, если вы вот эти вытравили области, и в них вырастили что-то, что количество атомов такое же, но они больше, они стали как бы распирать вот эту свою, как сказать, канавку, да? Соответственно, если у вас этот канал между вот этими двумя распирающимися вещами, он стал сдавливаться. Канал сдавился, электроны полетели быстрее. То есть, даже при том же самом расстоянии, ну, скажем, вот я так для примера скажу, вот я работал по технологии 28 нанометров, вот это там я прямо хорошо знаю. И вот когда была технология 28 нанометров, длина канала, вот сам затвор, размер, который вот ко мне приходил после травления, я должен был промерить там его длину канала и посмотреть, что все совпало со спецификациями. Она была 56 или 54 нанометра, там плюс-минус 2, да? То есть, электрон летит 56 нанометров, но он летит быстрее, и он пролетает, как будто бы он пролетел с обычной подвижностью, но как будто он пролетел 28. Вот где как бы начались вот эти вот, как бы расхождения с нанометрами. И это одна из, ну, ухищрений. Проблема в том, что вы задавили, электроны полетели быстрее, но у вас есть электронные транзисторы, есть дырочные. Электроны полетели быстрее, но чудес не бывает, дырки полетели медленнее. Соответственно, у дырок обратная зависимость. Дырки надо не сдавливать канал, а растягивать. Соответственно, чтобы растянуть канал, уже после изготовления транзистора, сверху осаждается такой специальный слой нитрида кремния. В нитриде кремния можно механические напряжения управлять в зависимости, это такой специфический материал. В зависимости от условий осаждения можно получить разные механические напряжения. И подбирали так, чтобы канал для дырок растягивался. И тогда там дырки, значит, тоже увеличивают подвижность, летят быстрее. Обратный эффект. Хочется про геометрию транзисторов еще поговорить. Ну вот, геометрия, значит. Это вот где 28 нанометров, еще они оставались планарными. То есть планарные, это когда у вас все в одной плоскости лежит. Тогда можно сделать снимок сверху, и это нам все скажет. И там уже начались, вот я говорю, вот эти подзатворный диэлектрик поменяли, эти межсоединения поменяли, сделали напряженный канал, плюс еще сам канал. То есть вот у вас кремний, есть в нем подвижность одна, есть Германия. Германия подвижности выше. Но сам Германия не очень подходит полностью, из Германии не делают, там слишком другие проблемы, не будем останавливаться. В общем, из Германии нельзя сделать нормальную микросхему. Но можно сделать этот канал, который у нас там несколько нанометров, на самом деле. Его можно сделать, там вырастить не чистой Германии, а тоже кремний Германии. И в этом кремний Германии, да еще напряженном, еще быстрее полетит. Вот, и в итоге делали вот эти все ухищрения, но транзистор оставался еще таки планарным. То есть у вас как бы вот здесь канал, здесь как бы управляющий электрод, и он там этот канал делает. Дальше, ну правда... И тут придумали, значит, этот финфет. Да. Следующим шагом, когда, ну а дальше надо двигаться, вот выжили все, что можно из этого, следующий шаг какой? Ну, как бы хорошо, вот у вас канал, как бы просто вы сверху прикладываете затвор, решили, а давайте как бы сделать, ну не плоский канал сделаем, а сделаем его как бы вот он, финн, это плавник, да, вот он как плавник торчит, это плавник, это канал, а вокруг него мы вот так сделаем затвор. То есть у нас затвор раньше был с одной стороны, то теперь он как бы с двух сторон стал. И в чем фишка? Мы же длиннее, получается, сделаем канал. Ну не, канал мы на самом деле в другом, он вообще в другом измерении, зато он стал гораздо лучше отсекаться, так как он стал гораздо лучше отсекаться, то есть там его можно было как раз в длину немножечко уменьшить, а этот короткоканальный эффект немножечко, ну как бы стал лучше. То есть вот это обтекание затвора каналом, ну то есть фактически у нас есть канал, был затвор с одной стороны, стал с двух сторон. Ну транзистор стал, я так не буду углубляться в механизм, в физику работы транзистора, но просто вот, скажем так, примем, что когда затвор у вас с двух сторон расположен, это гораздо лучше, гораздо эффективнее, чем когда затвор с одной стороны. Но если у вас раньше как бы канал лежал так и текло отсюда-сюда, то теперь у вас, грубо говоря, канал поставили вот так вертикально, и стало, ну раньше вот так текло, а теперь стало течь вот так вот в этом направлении. Поэтому если вы посмотрите как бы разрез, и вы увидите вот этот, там все показывают картинки, о, вот типа 5 нанометров. Но 5 нанометров, он когда был плоский, он тоже был 5 нанометров, то есть просто его никто не видел, он был такой виртуальный этот канал. А, то есть это не тот размер, который надо мерить для... Ну, в принципе, да. То есть если вы хотите длину канал, надо вот так вот на него сверху посмотреть, да, там что-то есть, там всегда что-то было. То есть в том же технологии 28 нанометров, там, в принципе, были эти контактные окна к этому самому, к кремнию. Вот они были там диаметром 28 нанометров, да, но это не сам транзистор, не размер транзистора. То есть если раньше размер технологии, это было длина канала равно, то сейчас это вы, может, найдете что-то такого размера, может, не найдете. Это, ну, там просто настолько разрослась вот эта технология, то есть настало столько сложно, этот финфет. Потом определенные люди сказали, ну, финфет, он как бы, у него этот фин торчит, а вот основание этого плавника у него все равно завязано как бы к подложке кремниевой. Определенные там люди были, сказали, давайте вообще отвяжем, у нас будет не с двух сторон как бы этот затвор, а вообще вот так вот со всех сторон его обтекать. Там такие, ну, я просто до 20 где-то нанометров работал в индустрии, а потом я вот перешел там в MEMS, микроэлектромеханические системы, поэтому я сейчас так не очень там в курсе, вот что именно используется на технологиях, там, не знаю, 10, там, 7, 5 нанометров и так далее. Просто когда я был 20, там уже показывали, что а вот мы будем делать так, а вот мы собираемся делать так. Но что из этого внедрено, а что нет, я уже, ну, не точно знаю. То есть, когда сейчас Apple и Qualcomm говорят, вот мы выпустили новый чип, он 5 нанометров, это значит, что это очень виртуальные 5 нанометров? Ну, да, вот то, что я вам все рассказал, да, вот вы продаете процессор, вы же не будете рассказывать, а у нас там есть high-key материал, а у нас там есть low-key материал, а еще там медь, а еще там напряженные каналы, а еще там финфет. И гораздо проще человеку сказать, что, ну, смотри, вот этот транзистор, вот если бы он был просто, вот мы живем в таком идеальном мире, что у нас нет физических ограничений, вот этот наш транзистор там 90-нанометровый, который мы понимаем, что мы не можем дальше увеличивать. А предположим, что мы можем, в смысле уменьшать, а предположим, что мы можем его дальше уменьшать, и вот если бы он был размером, там, не знаю, 10 нанометров, ну, формулу-то нам никто не запретит подставить другие числа, да, А вот он бы работал с такой скоростью. А то, что он физически не выглядит, как транзистор с размером длиной канала 10 нанометров, это уже отдельная история. Это, как я тоже люблю всегда говорить, что это так же, как лошадиные силы в машине. Если вы 150 лошадей в Тигуан запряжете, вряд ли он у вас поедет. И фактически нанометры, они сейчас превратились в такие лошадиные силы. То есть это не уловка, не враки никакие-то. Это, в принципе, транзистор работает с такой скоростью. Но его сделать гораздо сложнее, чем... Ну, как сказать, мотор сделать гораздо сложнее, чем овса дать лошади. Есть ощущение, что разные компании еще и по разному меряют эти самые нанометры. Ну, да, потому что... 5 нанометров от Qualcomm, у Intel 10 топовый техпроцесс сейчас вроде как. Как это работает? Это тоже, как я говорю, в 90 нанометрах было все просто. Ты говоришь, вот у меня транзистор, вот он в 90 нанометров, все, какие расхождения? Никаких. А сейчас, я говорю, у вас такой ворох технологий. И в этом ворохе технологий у одного понятно, что у каждой там сидит их как бы, у себя клеят эти танчики собственные и никому не говорит. Потому что если раньше было все понятно, вот он транзистор, вот он такого размера и все. То есть у всех было все одинаково, все уменьшали. Ты приходишь в Samsung, ты приходишь в Global Founders, SMC, все выглядело абсолютно одинаково, то есть разницы нет. Я когда, грубо говоря, перешел там из Amica, из Бельгии там на Global Founders, я переехал. Все, мне недели хватило, чтобы разрабатываться в их техпроцессе, там все то же самое. То сейчас, так как вот куча-куча-куча всего этого, понятно, что и у каждого набор вот этот свой. И как вот он из этого набора, что он как бы выводит, какие там нанометры, но это на его как бы там совести остается. То есть эти нанометры, они уже, может он действительно привязывается к какому-то размеру чего-либо, но может оказаться так, что Intel говорит, вот у нас там 10 нанометров, потому что у нас, не знаю, ширина FinFET 10 нанометров. И эта технология 10 нанометров. Но может он работает быстрее, чем там что-то у TSMC, что у него там, не знаю, 5 нанометров, но Intel там придумал какой-нибудь еще хитрый материал, добавил, увеличилась подвижность, и вот он работает быстрее. Этого мы не знаем. Все там очень хорошо как бы свои секреты охраняют технологически, особенно сейчас, когда технологии разошлись. Ну то есть мы не можем сказать, что 10 нанометров Intel это в два раза хуже, чем 5. Мы сейчас не можем, потому что, кроме того, у вас, да, вот есть там всякие бенчмарки, там то все, но тоже это же, ну он одно что-то меряет там, или там тот же процесс, может одно сделать там хорошо, а другое что-то он делает плохо. Вот, например, какой-нибудь там от Qualcomm, он там супер низкого энергопотребления, что там для, очень хорошо там для смартфона. А у Intel, может быть, зато там супер производительный, что очень хорошо там для сервера какого-нибудь, а в смартфоне он там не используется. Поэтому сейчас очень тяжело настолько, ну раньше, говорю, все было просто. Раньше вот был компьютер стоял, в нем был процессор, все, как бы вариантов не было. Либо процессор, либо память. А сейчас начинается, а в смартфоне мне нужно одно, а в сервере мне нужно другое, а в ноутбуке мне нужно третье, а в квадрокоптере мне нужно четвертое. И у вас, ну как бы вот, все это началось вот так расползаться, как банка с червями, и начинать как бы сравнивать вот этих разных червей из разных банок стало очень тяжело. И у каждого своя специализация. То есть тот же Intel, у него нету мобильных никаких таких вот вещей там для смартфонов, да, они в свое время там проспали эту мобильную революцию. А скажем, тот же Qualcomm подсуетился, да, зато у Qualcomm нету серверных там процессов каких-то супер высокопроизводительных. У каждого получается как бы своя ниша, и сравнивать, ну грубо говоря, КамАЗ и Феррари, ну как, что вот из них как бы лучше, да. Ну для своих применений лучше КамАЗ, а для других Феррари. Ну какая их из технологий круче, не знаю. Что будет, когда нанометр кончится у них, как они будут это все называть? Ну господи, там ангстремов еще много. Что такое ангстрем? Ангстрем это десятая доля нанометра. То есть это от фамилии шведского ученого, который там все, в общем, ангстрем правильно, ну у нас принятый ангстрем. Десятая доля нанометра обычно это размеры атома, то есть размеры атома, там, например, кремния, это в районе 5 ангстрем, да, то есть это размеры, атомарные размеры. Ну дальше я не знаю, что дальше, ну пикометры, наверное, будут какие-нибудь. Ну что-нибудь придумают. Я еще слышал, что Intel сейчас как раз переходит на, как они это называют, non-dimensional обозначение, то есть они будут говорить, что это техпроцесс 4. Не 4 нанометра, а просто 4. Ну в принципе да, потому что я говорю, уже сейчас там столько всего наворочено, что привязываться там к каким-то нанометрам уже, ну, нереально, да, то есть особенно есть два техпроцесса. Они дают там как бы разные результаты, транзисторы выглядят по-разному, работает один, может быть, быстрее, другой меньше потребляет, как их сравнивать? Ну вот будет каждый писать, у меня технология номер 4, ну да, вот может что-нибудь такого будет. Ну а так в реальности сейчас самая маленькая, значит, величинка в транзисторе, она с какого размера, например? Ну а с другой стороны, а что считать самой маленькой там величиной? Ну вот я вам сказал, вам там слой лантаны осаждается вообще там триангстрема. Вот это считать как бы размером или нет? То есть это по атому выкладывают? Ну фактически да. Есть такой метод, называется Atomic Layer Deposition, и у вас реально там атомарный, ну он как бы считается, что он атомарный слой за слоем высаживает, у него там циклический идет цикл, цикл. Но в реальности за один цикл он не осаждает один атомарный слой. Ему, чтобы один атомарный слой осаждить, нужно там несколько, ну может там десяток циклов, у него как бы полностью закрывает там одним слоем атомов. И вот если вы используете несколько циклов, то есть у вас фактически даже там не монослой, а меньше, вот он высаживает просто отдельные там атомы на поверхности. Вот как это назвать? Это размер, не размер, это да, это технология, ну, то есть толщина там, скажем, считать толщину размером или нет? Вроде да, размер. Ну тогда он еще был там, не знаю, в 90-е годы там были по 2-3 нанометра какие-то вещи, там под затворные диэлектрики. Причем, когда я читал какой-то пресс-релиз еще там в 90-е что ли годы, читая пресс-релиз интела, по-моему, в газете какой-то, ну в российской, ну в смысле не в российской газете, а в русскоязычной газете. Вот, и там написано, вот Intel выпустил там транзистор размером там 2 нанометра, думаю, да не может быть, мы тут только вот только 180 сделали, а у них там уже 2 нанометра. Ну-ка, думаю, почитаю, какая пресс-релиз интела на английском языке. Ну и на английском языке там было написано, что вот у нас под затворный диэлектрик толщиной 3 нанометра, а наши там горе-переводчики перевели, что транзистор размером 3 нанометра. Ну, в принципе, эти размеры в виде толщины, толщину очень легко получить маленькую, они существовали давно. Тяжело литографией получить маленький размер, вот это, ну да, вот это вот вертикально. А какая самая маленькая ширина и длина сейчас? Ну, сейчас начали UV делать вот эти сканеры, айсэмэловские, у них 13,5 нанометра длина волны, ну, в принципе, вы можете получить суп, ну, под меньше длины волны размер, поэтому, ну, теоретически можно там и 10 нанометров сейчас напечатать, но я лично не сталкивался, что там может напечатать UV. Как мы поняли, еще один способ сделать, улучшить транзисторы, это, улучшить процессоры, это повышение тактовой частоты. Почему нету процессоров, которые работают, не знаю, на 10 гигагерц? Ну, а тактовая частота, это как раз, ну, вот и есть, то есть у вас за такт, грубо говоря, должен там электрон пролететь из одной точки А в точку Б, и это все подошло больше, более-менее к своему пределу, да, то есть, ну, вот улучшили, там, сжали, там, канал, все сделали, ну, вот все, дальше быстрее уже, ну, за меньшее время никак не пролетает, ну, вот тактовая частота и примерно замерла. Наверное, вы обратили внимание, что вот эти новые поколения, ну, любых девайсов, которые сейчас вот выпускают, ну, прежде всего, там, этих самотонов, частота там, в общем-то, не сильно меняется, частота не сильно меняется, и более того, до 30-го года, если посмотреть планы развития, микроэлектроника в глобальном, мировом масштабе, это область, которая, с одной стороны, так сказать, полностью управляется, вот, рыночными законами, то есть, конкурирующие фирмы есть, все про них знают, но с другой стороны, все очень планируется, все очень запланировано, и успех. Успех, он определяется как раз тем, насколько вот этому разумному плану, он называется, роудмэп, дорожная карта, насколько удается тем или иным фирмам следовать вот этому плану, где все, на самом деле, согласовано, различные области. Так вот, согласно этому плану, роудмэп, дорожной карте, она даже немножечко, частота понизится. Вот такой вот парадокс. То есть, мы уменьшаем размер, хотя, казалось бы, могут носители пролетать очень быстро, а нет смысла, то есть, они пролетают быстро, но частоту переключения мы понизить не можем. Почему? Потому что начинает выделяться колоссальная тепловая энергия, которую просто не успевают отводить. Электрон летит со скоростью, там, 10,5 сантиметра в секунду, и это достаточно, что при современном уровне технологии, значит, он пролетал расстояние от истока к стоку со скоростью 100 дигадетов. То есть, в теории, 100 миллионов раз в секунду... Да не в теории, потому что никто так не может работать. Это не нужна такая скорость, ее не в состоянии конструкция выдержать. Если он начнет вот так вот крутиться, все взорвется. То есть, это 100 миллионов раз в секунду должно быть. Ну, да. Так, почему не выдержит? Потому что очень большое энерговыделение, которое определяется частотой, естественно. Потому что энергия выделяется при переключении. И она должна, соответственно, мы вынуждены ограничивать количество переключений в секунду, хотя электрон этому уже не препятствует. Скорость электрона уже не есть ограничения для этого. Но мы это вынуждены искусственно ограничивать. Там не десятки, а всего 3 гигагерца. А, то есть, получается, при 3 гигагерцах транзистор успевает остывать, грубо говоря? Ну, да, да. То есть, не критично. То есть, выделение не критично. Вот с такой вот частотой. Мы поняли, что закон Мура, по крайней мере, в своей геометрической части... Закончился. Все, да? Что будет дальше? Как производители чипов будут добиваться новой производительности? Ну, сложно сказать. Возможно, будут какие-то решения. Ну, во-первых, одно из таких понятных решений, это, скажем, трехмерная интеграция. Над этим очень много работает. То есть, вы делаете один чип, потом, ну, не просто рядом сажаете следующий, а берете его там утоняете, один на другой сажаете, делаете контакты сквозь, этот самый сквозь кремний, то есть, утоняется. То есть, обычная кремниевая пластина там 750 микрон, которая вот 300-мм. Дальше на ней делаются микросхемы. Потом делают, страиваются такие, эти самые, как сказать, каналы 60 микрон. Потом пластина утоняется, заполняются они там медью, утоняется. И у вас, получается, такие, как насквозь, гвозди торчат медные сквозь пластину. Соответственно, снизу другая пластина, одно на другое вот так слепляется. Соответственно, у вас на том же, на та же микросхема, грубо говоря, по виду она выглядит по размеру такая же. Но там может быть несколько уже слоев там этих, ну, микросхем сделано. То, что сэндвич называют. Да, сэндвич. Вот. Ну, там есть одна отдельная проблема, это тепловыделение. То есть, оно очень греется. Соответственно, это все друг на другом греется. Там это, ну, будут как-то решать там что-то делать. Мэнскулеры? Ну, может быть что-то такое, я не знаю. Вот это одно из таких, вот эти многоядерные архитектуры, ну, что-то еще может быть какие-то. Потому что просто выжимать дальше технологию, ну, там уже тяжко. То есть, там уже сложно что понять. Ну, какие-то новые материалы будут использоваться, да. Вот сейчас там Германии начали активно использовать. Возможно, будут какие-то там материалы типа из группы там А3Б5, типа там Арсенит Галли, еще что-то. Там подвижность очень высокую можно достигнуть. То есть, если в Кремнии там подвижность там электронов 1600, то там в Арсенит Галли может там миллион достигнуть. Соответственно. То есть, быстрее будут бегать? Да, будут быстрее бегать, да. Но Арсенит Галли – это отдельный мир, короче, там просто все по-другому, совсем все, все технологии, все другое. И люди, короче, которые занимаются Кремнием, они, конечно, очень, они очень не любят все эти новые материалы. Все это со скрипом внедряется. Но, видимо, да, будут какие-то новые материалы использоваться. Возможно, что-то будет там делаться с какой-нибудь фотоникой, когда вот эти всякие фотонные кристаллы делаются. То есть, ну, где уже, если, скажем, у вас какая-то скорость распространения сигнала будет определяться, там, ну, скажем, есть у вас процессор, там, и какая-нибудь память, да, и между ними тоже передача информации. То есть, там, по проводам, ну, тоже там скорость, там, не скорость света, да, а выходить из скорости света. Ну, вы можете сделать какую-то оптоволоконную линию. Да, есть такие. Или там совсем уже есть такие оптические фотонные кристаллы. Это, ну, вот когда у вас в полупроводнике у вас упорядоченные атомы, и там летит электрон, и он, как бы, в одни места летит, в другие не летит, там запрещенные зоны и так далее. Такой же трюк можно провернуть со светом. Только у света длина волны гораздо больше, соответственно, вы делаете, как бы, ну, такую упорядоченную структуру. На кристалле. И свет в одном месте может идти, а в другом не может. Да, и он распространяется только там по определенным каналам, его можно там расщеплять, ограничивать и так далее. Вот это тоже такая довольно, ну, тема. Ну, это даже больше, я бы сказал, наверное, не процессором, а больше ко всяким вот коммутациям волоконно-оптических там сетей, которые могут сейчас производиться, скажем, микроэлектронными приборами, а будут там полностью сделаны на каких-нибудь там фотоэлектронных, там оптоэлектронных вещах. Ну, что-то может куда-то туда идти, да. Вот эти квантовые компьютеры, которые сейчас все обсуждают, но никто не знает. Таких всяких технологий, которые кричали, что это будет суперпрорыв. Их огромное количество, и до сих пор они там, типа там термоядерный синтез, высокотемпературная сверхпроводимость. Те же эти квантовые компьютеры там графеном носились. Ну, и где? То есть, ну, вот, а какие-то вещи раз и взлетели. То есть, вот те же там многоядерные процессоры все вух подхватили, и все, сейчас по-другому уже не делают. В свое время тут были два гиганта, ну, сейчас есть, да, AMD и Intel. Они все время там бодались. И Intel делал просто идеальный процессор и продавал. AMD, технологии были гораздо хуже. Я вот, как раз, на заводах там AMD работал. И они не могли с таким же выходом годных сделать такой большой процессор. Почему не получается? Это очень простая зависимость. У вас есть определенное количество дефектов на пластине. Если у вас большой чип, на него попадает дефект, чип умер. Все, он в помойку идет. Соответственно, вам нужно, чтобы на него не попал никакой дефект. Соответственно, если у вас, грубо говоря, 10 дефектов на пластине и огромный транзист, эти чипы, у вас большая вероятность, что у вас этот процессор как бы пойдет в помойку. А если у вас маленький чип, то вероятность, что на него попадет, ну, меньше. Поэтому, если у вас на том же, при том же плотности дефектов, чипы маленькие, у вас их будет гораздо больше рабочих. И что сделал AMD, их инженеры придумали, потому что они не могли добиться такого качества, как на Intel. Они сказали, ну, хорошо, а давайте сделаем такую штуку. Мы сделаем не один большой процессор, а поделим его на несколько маленьких. И каждый этот маленький обзором ядром, и оно будет независимо работать от всех остальных. И если на него попадет частичка, ну, как бы, ну, и фиг с ней. А остальные-то останутся, и процессор в целом будет работать. А потом будем на рынке продавать. Ну, все, как бы, заработали ядра, будет шестиядерный процессор. Одно только заработало, ну, будет одноядерный процессор. Гениально. А потом оказалось, что это решение, оно не просто с технологической точки зрения. Это фактически была экономика, да. Что мы можем больше продать с пластины. А получилось, что народ быстро смекнул программистам, что можно эти ядра независимые, они как бы живут своей жизнью абсолютно. И это можно использовать, там всякие параллельные вычисления и так далее. И оказалось, что эта тема очень понравилась программистам. Это зашло, эта многоядерная архитектура. А Intel в свое время у них была, что мы делаем одноядерные вот эти. И только на одном заводе было там несколько инженеров, которые пришли к своему директору и сказали, ну, вот мы слышали AMD, ну, понятно, там все друг с друга знают, что AMD вроде делает многоядерный, давайте тоже сделаем. Он такой, ну, я не знаю, ну, ладно, давайте, типа, под мою ответственность сделайте. Обычно в Intel там самодеятельность не пощается. В общем, они сделали, отработали техпроцесс вот этого многоядерного. По-моему, тогда это Celeron, по-моему, был. И когда выкатил AMD свой, это было, по-моему, где-то в конце 90-х, начало 2000-х, выкатил, короче, AMD свой вот этот многоядерный процессор, он пошел в массы. Intel начал очень нервничать, собрал там всех своих директоров. И такие, что будем делать, как жить дальше? И один встает, говорит, у меня это можно сказать? У меня, в принципе, есть. Мои инженеры разработали, мы, в принципе, завтра можем начать выпуск многоядерных процессоров. И во многом это спасло Intel. Но это тоже такая неофициальная информация. Просто я очень много людей там из Intel, кто в Intel работал с разных заводов, там, понятно, люди туда-сюда перетекают. Мир очень тесный. Может быть, какие-нибудь там, я не знаю, начнутся органических, на органических молекулах что-нибудь делать. Да, вот еще очень интересные. Конечно, большие, наверное. Ну, с другой стороны, если вам нужно какие-нибудь не очень сложные вычисления делать, но в мозгу, чтобы у вас было там все совместимо, да, то вполне это подойдет. Также, я думаю, будет развиваться это вот еще, когда я в Аймике работал в Бельгии. У них была такая программа, называлась Human++. Ну, это как вот C++, да, то есть последующее поколение химонов. И там они разрабатывали, ну, вот, как бы интерфейсы между человеком и микроэлектроникой. То есть они там пытались какой-то искусственный глаз сделать, там, какое-то ухо-то, там, нервные окончания. Ну, как из нервных окончаний, грубо говоря, поставить сенсор и завести в нервные окончания так, чтобы человек, там, потерявший, там, зрение или слух, ну, как бы, вот, вновь его там обретал. Вот эта тема, там, тема очень большая о том, как, скажем, если у вас есть какая-то вживляемая электроника, как ее питать, да. Да, вам не хочется каждый раз туда батарейку в голову вставлять, да. Есть такая тема, называется Energy Scavenging. Ну, как сказать, сбор, scavenging, это, ну, scavenger, это падальщик. Да, да, да. Вот, соответственно, ну, человек выделяет какой-то, он ходит, да, он тепло выделяет. Вот, может быть, как-то собрать вот эту энергию, которую человек генерирует, и превратить ее в энергию для, там, того чипа, который вживлен, там, где-нибудь в мозг и позволяет, там, я не знаю, или, там, этот, вот, pacemaker, этот, как этот, ну, сердечный ритм, который устанавливает. И, ну, что не нужно будет менять ему элементы питания, человек же, как бы, производит, ну, энергию, да, из еды. Или, как я вот был в одном, там, конференции, там было про полимерные материалы, там, говорят, вот мы бьемся, тут у нас, там, огромные заводы, там, которые при высокой температуре, огромном давлении делают эти полимерные нити, там, все. Возьмите, вот, паук, вот он жрет мух при атмосферном давлении и 24 градусах Цельсия, он выдает полимерную нить, которую мы до сих пор не можем повторить. Вот как? Вот, то есть есть еще куда развиваться, да? Вот это одна из тем, то есть когда собрать с человека, который, энергию, которую он делает, просто покушав, там, картошки, да, и запитать какой-то, там, электронный чип, который будет, там, ему глаз, не знаю, там, делать искусственный или, там, сердце, вот тоже интересная очень тема. Но пока там еще это сильно далеко, я видел, это реально, там, эта штука, которая собирает энергию, на голове вот такое вот ведро, потом, значит, весь человек увешан какими-то склянками, да, вот он так ходит, ну, да, он там вырабатывает какие-то там, милливатт энергии, которая достаточна для питания чипа, ну, выглядит ужасно, конечно. Но с другой стороны, если вы посмотрите, как выглядели, там, первые самолеты или, там, первые, там, танки, ну, тоже прогресс там идет, народ работает. Я думаю, то есть будет скорее не вглупе, а вширь развиваться, да, то есть будет, вот мы тут сенсорами, будет все больше сенсоров, все больше систем, которые будут какую-то собирать информацию, где-то ее там обрабатывать, то есть у вас не будет, скорее всего, какой-то один гигантский мощный процессор, который все обсчитывает, а каждый там какой-то там сенсор, он будет сам уже что-то делать, понимать и уже передавать какую-то там куда-то информацию, которую он уже, скажем так, осмыслил и говорит процессору, там, что надо делать. Ну, как-то, я думаю, так будет развиваться, да, то есть вряд ли будет просто быстрее, выше, сильнее, но уже заканчивается. Надо хитрее и мудрее как-то развивать. До 30-го года будет доминировать вот эта идеология вертикальной компоновки финфетов. Механизмы токопереноса останутся, по-видимому, традиционными. Вот эта вот подпороговая крутизна, там, 60 милливойт на декаду, она будет определять ограничение на напряжение. Частоты, это тоже можно по родмэпу убедиться, они останутся вот где-то три, там, ну, чуть гигадеца туда-сюда. А параллельно будет развиваться литография, и там, 3-5 нанометров, 1 нанометр, это еще не то, что можно назвать литографией с атомной точностью, atomic precision lithography, но после 30-го года появится atomic precision lithography, и можно ожидать, что, может быть, какой-то возникнет бум, возможности, как минимум, связанные с использованием и новых механизмов, и новых структур, может быть, молекулярных структур, ведь это же очень привлекательно. Молекулы же химия определяется, они все одинаковы по чему вы их вот не используете. Но для этого к ним нужно подконтачиться. Подконтачиться нужно с атомной точностью, значит, их расположить нужное количество, чтобы флуктуации тока не, картину не смазывали. И вот, то есть это очень широкие перспективы. И по факту может оказаться, они даже более такие интересные, чем у тех наших коллег, которые в Церне занимаются. Суперчастицы, что они будут... Бозон Хиггса нашли, вроде бы, дальше как-то кризис жанра. А здесь даже намека на кризис жанра нет. Идти вперед. Спасибо, что досмотрели. Это очень важно для Ютуба, чтобы он видел, что выпуски смотрят долго. Надеюсь, вам было ультраинтересно и наноскучно. И подписывайтесь, чтобы другие ролики не пропускать. Нажмите лайк и колокольчик. А в комментариях напишите, что еще про процессоры вы хотели бы, чтобы мы обсудили. И мы сделаем такой выпуск тоже. С вами был Борис Сиденский. Это Дроидер. До встречи в будущем.